Морозов. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. Итак, видим, что Морозов у нас автор ни одной книги. Морозов. Искусство и наука общения. Невербальная коммуникация. И, наконец, 2001. Резонансная теория пения и вокальная техника выдающихся певцов. Немного об авторе книги. Морозов знает вокал не только как исследователь, но и как певец. Он обучался резонансной технике пения в классе сольного пения у известного вокального педагога Матвеевой. Кстати говоря, вместе с ныне народным артистом СССР Нестеренко. Помимо этого, он пел в хоре известного хорового дирижера, заслуженного деятеля искусств Сандлера. В 1960 году возглавлял научную лабораторию по изучению певческого голоса при Ленинградской консерватории имени Римского-Курсакова. Затем Морозов продолжает свою работу в Московской государственной консерватории в должности заведующего отделом научно-экспериментальных исследований музыкального искусства. Он глубоко убежден, что резонансная техника пения – единственно правильный путь воспитания профессионального певца. И воспитание этой техники, как правило, быстро приводит к хорошим результатам, к яркости, силе, ровности голоса и овладению верхами. 20 лауреатов общероссийских и международных конкурсов вокалистов ему посчастливилось воспитать, и они прошли в его классе резонансную школу. О резонансной технике знают многие, но вся проблема в том, что не каждый может успешно реализовать резонансный принцип в своей педагогической практике. Что дают резонаторы человеку? Резонаторы играют огромную роль в пении. Во-первых, придают певческому голосу силу и полетность, причем без каких-либо нажимов со стороны дыхания и усилий гортани. То есть дают голосу как бы даровую энергию. Во-вторых, облагораживают темп голоса, так как голосовые связки в изолированной гортани порождают неприятные, неприличные звуки. В-третьих, резонаторы защищают голосовые связки от перегрузок, облегчая их колебания. Эти выводы из резонансной теории Морозова имеют большое практическое и вокально-методическое значение. Практическую работу резонаторов певец хорошо ощущает благодаря их сильной вибрации, изученной Морозовым с помощью специальных приборов. Эти вибрационные ощущения служат певцам ориентиром для правильной настройки резонаторов, соединения их с дыханием и достижения резонирующего дыхания, как пишет автор. Среди певцов и педагогов немало сторонников горловых и связочных теорий постановки голоса. Автор справедливо говорит о двух вокально-методических установках при обучении пению. В нашей стране миллионы поющих людей желают стать профессиональными певцами. А сколько это удается, в первую очередь, зависит от вокального педагога. Итак, резонансная теория искусства пения – это результат обобщения более чем 40-летнего опыта автора по научно-экспериментальному изучению резонансной природы певческого голоса и техники пения. За эти годы были изучены голоса многих сотен певцов разной квалификации – Шаляпина, Лемешева, Козловского, Каруза, Руффа, Ланца, Батистиня, Образцова, Нестеренко, Атлантова и многих других. Помимо этого, здесь содержится информация из многолетней работы автора по акустике, физиологии и психологии резонансной техники пения. Давайте начнем с семи важных функций певческих резонаторов. Первая – энергетическая. Вторая – генераторная. Третья – фонетическая. Четвертая – эстетическая. Пятая – защитная. Шестая – индикаторная. Седьмая – активизирующая. Впервые активность резонаторов рассматривается при взаимодействии с работой гортани и дыхания. При этом автор опирается не только на свои собственные работы, но и на труды многих отечественных и зарубежных педагогов. Резонансная техника пения. Что это такое? Скажу, наверное, так. Это то, что придает голосу совершенно особое певческое качество, независимо от типа голоса его силы. Это то, что привлекает всегда внимание. Это то, что заставляет слушать, затаив дыхание. Певец – это то, в чем в той или иной степени владеет неплохой певец. И таких тысячи – это то, чего нет у плохого певца. Таких миллионы. Итак, резонансная теория искусства пения. Это научно-практическая теория. Практический аспект состоит в том, что она возникла из практики выдающихся певцов. И направлена на совершенствование голоса. Резонансную технику пения создавал не только я, говорит Морозов. Ее практические основы создавали мастера вокального искусства и талантливые педагоги. Они нашли секреты превращения своего голосового аппарата в мощный музыкальный инструмент. Причем не путем опасных манипуляций голосовыми связками, а использованием даровой энергии, которую дает голосу резонанс и резонаторы. На пути овладения резонансной техникой пения педагоги обнаружили следующее определение. Близкий звук, опора дыхания, опора звука, маска, озвученное дыхание. Научный аспект данной теории состоит в том, что она восполняет исторически сложившийся дефицит научных знаний о роли резонаторов в искусстве пения. На работу педагогов 20 века, а также на их методические разработки, безусловно, повлияли научные эксперименты в области изучения голосового аппарата. В начале 20 века, а именно в 1932 году, научные исследования певческого дыхания, особенно пневмографические исследования работного и его гипотеза о парадоксальном певческом дыхании и роли гладкой мускулатуры бронхов привлекли пристальное внимание специалистов. Об особом певческом дыхании заговорили заседателев Левидов, Жинкин, Сергеевский, Борисов, Офролов и многие другие. Были составлены методические руководства по пению и по исследованию данного феномена. Вторая половина 20 века характеризуется интенсивными научными разработками механизмов работы гортани в пении. Наиболее значительный вклад в эту область был внесен рентгологическими исследованиями Дмитриева Параллельно с ним появляются работы французского физиолога Рауля Юссона, который публикует свои сенсационные труды о нейромоторном механизме колебания голосовых связок. Его коллега и соотечественник Филипп Фабр разрабатывает доступный электронный метод регистрации колебаний голосовых связок с помощью электродов, которые находят достаточно большое распространение в нашей стране. Несмотря на то, что нейрохроноксическая теория Юссона не была подтверждена, появились многочисленные публикации о работе гортани и голосовых связок, которые оказали влияние на методологические воззрения многих вокальных педагогов и методистов. Особенно после публикации в 1974 году в русском переводе Рудакова книги Юссона. К концу XX века, поскольку приоритет науки был отдан в основном гортани и голосовым связкам, а также гладкой мускулатуре бронхов, в тени была оставлена одна из основных проблем – проблема дыхания, и совершенно были забыты резонаторы. Работы Морозова, которые появились в середине XX века, 1957 год, 2001, звучали недостаточно громко среди того бурного потока публикаций, которые делали приоритет на работу гортани. В последнее 50-летие сформировался дисбаланс в пользу гортани и в понимании роли в пении неразмирно связанной триады – дыхание, гортань, резонаторы. Наука сделала приоритет на гортани, оставляя в тени дыхание и совсем забыв о системе резонаторов. Но забота о здравии гортани и голосовых связок состоит в том, чтобы устремить сознание не на манипулирование связками, а на то, чтобы обеспечить им защиту от перегрузок, в том, чтобы обеспечить надежную защиту от перегрузок с помощью спасительного диафрагматического дыхания и реактивной поддержки резонаторов. Это одно из главных положений резонаторной теории пения. Резонаторная теория пения Морозова не просто делает ставку только на резонаторы, она пытается объединить работу всей системы как целостной, то есть единства дыхания, гортани и резонаторов в пении. Незаслуженно занижена роль резонанса в пении как поставщика даровой акустической энергии голосу. Это объясняется технологической фантазией выдающихся певцов, которые отождествляют себя сильно резонирующим духовным музыкальным инструментом. Почему, несмотря на то, что в монографии Морозова речь идет о технической стороне певческого процесса, книга названа «Искусство резонансного пения». Ответим с словами Лемешева. Искусство пения состоит кроме хорошего владения звуковой линией в яркой подаче слова, дикции, в умении правильно выразить мысли, заложенные в произведении и во многих других компонентах, которые мы называем художественным исполнительством. Но давайте разделим все на две части и положим их на воображаемые весы. Голос 50%, исполнительство 50%. В идеале получается 100%. И если исполнительство будет преобладать над голосом, то результаты будут неважными. О таких раньше говорили. Музыкален, способен, но голос так себе. В общем, одна интеллигенция. А других, увлекающихся только звуком, называли звукодоями. Меликие певцы не разделяют искусство пения на техническую и исполнительскую части. То есть не противопоставляют эти две полноправные, неразрывные, скорее не части, а свойства единого целого – искусство пения. Но пение, как весьма распространенное явление, не всегда можно назвать искусством. Под термином техника автор подразумевает не просто натренированную способность к выполнению ряда сложных вокально-технических упражнений или кадеции – беглость, виртуозность и так далее. Но весь комплекс рационального певческого голосообразования и голосоведения, разумеется, на резонансной основе. Выдержка из открытого письма профессору Яковенко. Звук, лишенный резонанса – это звук мертворожденный, распространяться не может. В основе вокальной педагогики лежат поиски резонаторов, астронаторов звукового эха. Эти слова принадлежат выдающемуся итальянскому певцу Лаури Вольпи. Он 30 лет пел на сцене Ласкало и знает, о чем говорит. Резонанс для него не теория, это профессиональная певческая практика. Тайной певческого резонанса, звукового эха, по словам Лаурини Вольпи, владел Шаляпин, которого он называет русским гигантом, заслонившим даже великого корроза. Вокальный педагог Барра, работающий при театре Ласкало, говорил, у нас в пении нет никаких секретов, никаких других возможностей в голосе, кроме резонанса. Поэтому резонаторную настройку, верный механизм голосовообразования, нельзя терять ни при каких ситуациях. Потеряв резонанс, перестанешь быть певцом. Подобного мнения придерживались такие певцы, как Короза, Карадетти, Димитрова, Геуров и из наших крупнейших певцов Гмыря, Петров, Лисициан, Архипова, Вишневская, Образцова, Эстонский вокальный педагог Ардер, Учитель народного артиста СССР Коузика, Талантливый вокальный педагог Тиц и продолжатель школы Скусниченко и многие другие профессиональные певцы и педагоги. В их методиках не обнаруживаешь рассказов о голосовых связках. Гортани нет, говорят они. Гортань – заминированная зона. Вместо них, кажущиеся фантастическими и ненаучными, ощущение резонанса в голове, в груди, в области твердого нёба. Объяснению моей теории служили три основные науки – акустика, физиология, психология. Резонансная теория пения родилась как противовес за сильно связочно-гортанных концепций. Я не отрицаю важность голосовых связок. Без них нет певца. Но суть в том, что самые мощные и тренированные голосовые связки физически не могут породить звук такой огромной силы, какой достигают большие оперные голоса до 120 дБ на расстоянии 1 метра. Измерения показывают, что внутри голосового тракта звуковое давление достигает 155 дБ и более. Это чудовищная разрушительная сила звука, способная сжечь даже голосовые связки, как спички. Что часто происходит у неопытных пиццов, которые пытаются достичь большой силой голоса только напряжением голосовых связок, всевозможные кровоизлияния, гематомы, отслойка слизистой и т.д. Почему такого не происходит у великих? Как, например, у повороте, которому пошел седьмой десяток, у Осипа Петрова, который пел до старости. Да потому, что их голосовые связки берут в союзники его величества резонанс. Простейший резонатор усиливает звук на 30-40 дБ, т.е. в 5-10 тысяч раз по мощности. Но резонаторы не просто усиливают звук. Теоретически кривая резонанса уходит в бесконечность, не требуя при этом никакой дополнительной энергии, а лишь увеличивается за счет коэффициента полезного действия голосового аппарата, как это показано в одной из моих работ. Это даровая энергия. Я говорю, я певцам, возьмите ее. Резонаторы не только дают эту даровую энергию голосу, но и берут по защиту эти слабые мышечные образования голосовые связки, создавая высокий акустический импеданс. Таким образом, к трем основным функциям резонаторов фонетической, эстетической, энергетической следует добавить четвертую, защитную по отношению к голосовым связкам. Акустическая теория, к сожалению, пока не разработана. Эмпирической моделью этого механизма может служить язычковая органная труба. Уберите трубу, резонатор язычок под действием тока воздуха будет колебаться неуверенно слабо и не родится звук. Для этого в некоторых органных трубах имеется не только верхний резонатор, надставная труба, но и нижний башмак. В сущности, это модель верхних и нижних резонаторов певческого аппарата человека. Не потому ли хорошие певцы и педагоги не говорят о гортане, говорят о ней, боже упаси, а говорят о трубе-резонаторе внутри себя? Рассматривая понятие даровая энергия резонанса, нужно учесть, что существуют такие понятия, как точка морана, эффект малютина. Как происходит переобразование нашего слабого голосового аппарата в мощно звучащий инструмент? Психофизиологической основой этого явления служат сильнейшие вибрационные ощущения певцов в области лица, головы, груди, во всем теле. Голос нужно ощущать всем телом, говорил великий Карузо. Певец в мэре говорил, я чувствую певческую опору в ногах. А некоторые певцы заявляют, звук сочится из глаз, резонирует в голове. Таким образом, вибрация резонаторов является индикатором максимальной активизации или ориентиром. Очень важную роль в данном случае играет психология. На что вы обращаете внимание? На что обращает внимание ваше сознание? На гортань или на резонаторы? Многие педагоги говорят, обращайте внимание на гортань, на голосовые связки, упражняйте их. А великие туда редко заглядывают. Конечно, о резонансе говорится как-то формально, потому что многим неясно, мышца ближе, и ее чувствуешь и ощущаешь. Ее можно потрогать, ощутить, пошевелить, сжать, расслабить, поднять, опустить. Поэтому резонансу отвешивается формальный поклон, а на мышцы голосовых связок молятся. Дейл Карниги справедливо сказал, человек – это то, что он на себе думает. и в этом очень много глубокого смысла. И это полностью справедливо по отношению к голосу. Певческий голос – это то, что мы о нем думаем. Какой наш эстетический идеал? Эталон певческого звука. Главное – технологический принцип его образования. Представление рождает движение. Это психологический закон, который известен уже сто лет. Как звучит та или иная нота зависит от того, какой образ или принцип работы голосового аппарата певец создал в своем сознании. Нарисовал в своем воображении. Огромную роль в формировании этих представлений играет наша эмоциональная сфера. Организующая роль эмоций – это важнейшая роль эмоциональной образной вокальной терминологии. как оптимальной настройки певческого голоса. Это один из главных разделов резонансной теории – эмоция. Дальше в главе описывается такое понятие, как ассоциация или образ. Далее Морозов рассказывает достаточно интересный случай, который произошел в Киевской консерватории. Он присутствовал на открытом уроке. Урок вела женщина. У рояля стоял молодой человек, который не мог взять верхнюю ноту себе моль. И вот для того, чтобы у него получилось, педагог предложила ему представить, как будто у него в голове есть свободное место и туда направить звук. Ученик, который пел, был врачом по образованию и прекрасно понимал, что там находится в голове головной мозг. И там нет пустого места, его неоткуда взять. Но тем не менее нота удачно получилась. Он легко взял себе моль, ослепительно и ярко, свободно, в фокусе. И публика была в восторге. Морозов всю жизнь защищал метод как будто от незаслуженных нападок. Важно только, чтобы метод как будто эмоциональный, подчас фантастический образ, заложенный в термине, как будто соответствовал правильному, а не ложному пониманию педагогам естественной природы певческого голоса и резонансному принципу его образования. Таким образом, резонансно-эмоционально образные представления, резонансные принципы формирования звука – это эффективный путь воспитания оптимальной певческой техники и прежде всего особой психологии пения, которой владеют великие певцы. Он был бы счастлив, если бы резонансная теория пения помогла многим ищущим избежать, увы, нередких трагедий, найти себя как певца и свою дорогу на певческий олимп. Глава «Резонанс как физическое явление». В качестве эпиграфа взяты строчки Пушкина обэхи на всякий звук свой отклик в воздухе пустом родишь ты вдруг. Эти пушкинские строки не случайно автор взял в качестве эпиграфа в данной главе потому что акустическая природа резонанса весьма близка к природе эха. Всем известно, что в большом пустом зале или в храме всякий звук рождает эхо. Звук распространяется в воздухе со сравнительно небольшой скоростью 344 метра в секунду. Отражаясь от стен, потолка, звуковые волны возвращаются к источнику звука. Если звук продолжается, то прямые и обратные волны начинают взаимодействовать между собой. Амплитуды их колебаний, то есть периодические сжатия и разрежения воздуха прямой и отраженной волны могут складываться друг с другом и тем самым усиливаться иногда очень значительно. В результате возникает так называемая стоячая волна, эхо. Эхо составляют сущность резонанса. Нидером в русско-английском словаре слово резонанс переводится как эхо. Еще раз давайте повторим. Периодические сжатия и разрежения воздуха прямой и отраженной волны могут складываться друг с другом. Прямая волна это которая исходит от источника звука и отраженная та которая возвращается к нему. Они могут складываться и тем самым усиливается звук. По мнению известного итальянского певца Джакомо Лауре Вольпи Шаляпин знал драгоценный секрет вокального эха то есть резонанс. Резонанс это достаточно удивительное явление и оно может принести как вред так и пользу человеку. В середине прошлого века близ города Анжур во Франции на мосту длиной 102 метра проходил отряд солдат и внезапно мост начал раскачиваться и рухнул. Погибли 226 человек. Трагедия как установили специалисты произошла в результате резонанса то есть совпадение частоты солдатского шага с собственной частотой колебания моста. мост срезонировал на частоту солдатского шага. Иначе говоря солдаты идущие в ногу раскачали мост подобно качели и размах колебаний моста превысил допустимые пределы прочности. С тех пор солдатам запрещено ходить по мостам в ногу. Резонанс производил и другие не менее серьезные разрушения. Сотрясал боевые корабли, разламывал самолеты в воздухе. Это происходило вследствие резонирования корпуса корабля или самолета на определенное число оборотов двигателя. Такого рода случаи заставят инженеров конструкторов рассчитывать корпуса, чтобы избежать сильных разрушительных резонансов. Но чаще резонанс это помощник человека. Представьте себе хотя бы на минуту, что исчезнет в мире резонанс. Значит наступит всемирная катастрофа. Достаточно сказать, что замокнут все радиоприемники, телевизоры, поскольку в основе радиоприема и радиопередачи лежит явление резонанса электромагнитных колебаний. Заглохнет вся музыка, все музыкальные инструменты, которые издают звуки с помощью резонанса. Самое главное люди лишатся речи, поскольку образование речи связано с резонансом звуковых волн в речевых органах. И, конечно, мы не услышим тогда прекрасного пения бельканта, поскольку настоящий высокопрофессиональный певческий голос основан на искусстве владения резонансом. Физические свойства резонанса. Слово резонанс происходит от французского резонанса звучать или откликаться. Резонанс отголосок, отзвук. Резонировать могут всевозможные упругие физические тела, твердые, жидкие, газообразные, например, воздух. При этом резонировать могут только те тела, в которых могут распространяться волновые процессы, то есть колебания среды. Материалы, которые гасят эти колебания, например, войлок, резонировать не могут. Важным условием возникновения резонанса является наличие у того или иного тела так называемой собственной резонансной частоты. Собственная резонансная частота это такая частота колебаний, с которой данное физическое тело начнет колебаться, будучи выведенным из состояния покоя, какой-либо возбуждающей силы. Резонансом называется явление возникновения и усиление колебаний какого-либо тела или его части под действием возбуждающей. Эти колебания внешней силы частота воздействия совпадает с собственной резонансной частотой данного тела. Акустическим резонатором является любой пустотелый сосуд, наполненный воздухом, сообщающийся с окружающим пространством одним или несколькими отверстиями, резонирующий на звуке определенной частоты, таков, например, резонатор геммгольца. Частота звуковых колебаний измеряется числом колебаний, происходящих в одну секунду в герцах. Связано с высотой музыкальных тонов в нотном обозначении определенным соотношением. Так, частота стандартного звука камертона равна 440 герц. резонирующим звучащим телом в акустическом резонаторе является воздух. Три замечательных закона резонанса. Первый закон. Резонатор является усилителем колебаний, воздействующей на него возбуждающей силы. Второй закон. Резонатор разбирательно реагирует на частоту воздействующей на него возбуждающей силы. Третий закон. Резонатор усиливает колебания, соответствующие его собственной частоте, не требуя практически никакой дополнительной энергии. Собственная резонансная частота резонатора зависит от его размеров и формы. Чем больше объем, тем ниже резонансная частота. Резонанс в акустике и живой природе. Во-первых, все духовые инструменты, их корпуса, это есть прежде всего резонаторы, звуковысотными свойствами которых управляет музыкант. Либо путем изменения длины резонатора, медные, тростеевые, либо выбора той или иной звучащей трубы резонатора, как в органах. Во-вторых, возбудитель тонов духовых, как в язычковом органе или в медных трубах, тем более в деревянных, находится в сильной зависимости от корпуса резонатора данного инструмента. Резонаторы в природе. Кто не слышал многоголосый хор весенних лягушек, собравшийся в болоте на свадебные церемонии? Голоса их слышны чуть ли не за сотню метров. Подойдите незаметно, чтобы не спугнуть и присмотритесь. У клокошек по бокам рта выросли пузыри резонаторы. И конечно же для того, чтобы солистов было слышно издалека, мало ли какая лягушка где-то далеко в соседнем болоте на концерт опаздывает. Но что там лягушки? Даже подводные обитатели рыбы и те умудряются использовать воздушные резонаторы. Давайте опустим в воду гидрофон подводный микрофон в пору икрометания горболевых и мы услышим барабанный бой. Это звуки, которые издаются рыбами в результате ритмических мышечных сокращений их плавательного пузыря, наполненного воздухом. Барабаны широко используются человеком, но рыбы их придумали раньше. А нуа у крупногабаритных братьев наших резонаторы помощнее. Трубный глаз оленя раздается на километры. Всех любовью сгораю, всех зову на смертный бой, раздается на километры в округе, усиленный мощным грудным резонатором трахеи. Обезьян-ребунов, название, кстати, вполне подходящее, имеются для усиления голоса огромные горловые мешки-резонаторы по несколько литров воздуха. Это уже не просто голосовой аппарат, это поистине дальнобойное акустическое орудие, пробивающее многие километры лесной чаще. Такова сила резонанса, взятого на вооружение этими лесными вокалистами. А теперь о птицах, чьи мелодические трели милее нашим музыкальным вкусом. Не зря римский Корсаков делал специально нотные записи птичьих голосов и вводил их в звучание большого симфонического оркестра, например, в опере «Снегурочка». Некоторые считают, что Бетховен тоже использовал мелодии пения соловья, певрепела, кукушки и песню и волги. Итак, птицы виртуозные музыканты. Не только вдохновляющие композиторов, но и выступающие солистами. А чем же отличаются их резонаторы? Дело в том, что они обладают весьма оригинально устроенным музыкальным инструментом. По сравнению с голосовым аппаратом человека, он имеет как черты сходства, так и признаки существенных различий. Звук у них образуется за счет движения воздуха, выдыхаемого из легких. Воздушная струя приводит к колебанию упругие перепонки, которые рождают звуковую волну. У человека такими перепонками или вибраторами источником звука являются голосовые связки. Долгое время считали, что голосовой аппарат птиц устроен так же, как у человека. Оказалось, что у пернатых не одна гортань, а целых две. Верхняя, как у млекопитающих, и нижняя. Причем главная роль в образовании звуков принадлежит как раз не верхней, а именно нижней гортани. Наличие нижней гортани это оригинальное эволюционное приобретение птиц, не встречающихся у других животных. Располагается нижняя гортань птиц в нижней части трахеи, как раз там, где трахея разветвляется на два главных бронха. Она имеет не один вибратор или источник звука, как у человека, а два и даже четыре вибратора, работающих независимо друг от друга. Таким образом, голосовой аппарат птицы представляет собой как бы мини-оркестр, дуэт или квартет, при помощи которого птица исполняет свои музыкальные произведения. Образование у птиц второй гортани в нижнем отделе трахеи дало возможность использовать трахею в качестве сильнейшего резонатора. У многих птиц трахея сильно разрастается, увеличивая длину и в диаметре. Увеличиваются в объеме также и бронхи, в каждом из которых у многих птиц находится по независимому источнику звука. Две гортани. Движениями тела и натяжением специальных мышц птица может в значительной степени изменять форму этой сложной системы резонаторов и таким образом управлять звуковысотными и тембриальными свойствами своего голоса. Голосовой аппарат птиц по своим размерам занимает значительную часть тела. Особенно характерно это для маленьких птичек, поэтому в процесс пения у них увлекается весь организм. Птица захватывает птицу эмоционально и физически. В начале 60-х годов в голосе птиц были обнаружены даже ультразвуковые абертоны, невоспринимаемые слухом человека. Зарянка, просянка, серая славка, зеленушка имеют подобные звуки. Ультразвуковые абертоны голоса у певчих простирается до 50-ти тысяч колебаний в секунду. Встречаются даже некоторые виды птиц, песня которых состоит полностью из ультразвуков. Мы видим, что птичка широко раскрывает рот, вся напрягается, издавая звуки, но звука мы не слышим. По мнению Гринболда, разрешающие возможности птичьего голосового аппарата в этом отношении в 50-100 раз превышают возможности слуха человека. Мы слышим голоса птиц совсем не так, как слышат их птицы. пять основных принципов резонансного пения. Эти принципы были получены при обобщении опыта мастеров вокального искусства были изучены и сопоставлены. Первый принцип. Максимальная активация резонаторной системы голосового аппарата с помощью вибрационных ощущений как показатели активности резонатора с целью достижения максимального акустического эффекта голоса при минимальных физических затратах поющего. То есть иными словами, для того, чтобы достигнуть максимального акустического эффекта голоса при минимальных физических затратах нужно максимально активизировать резонаторную систему голосового аппарата с помощью вибрационных ощущений. чтобы получить эффект голоса от резонанса при этом затрачивая минимум энергии нужно активизировать резонаторы через вибрационные ощущения скажем скажем Второе правило овладение озвученным резонирующим певческим дыханием путем совмещения объединения дыхательных и резонансных свойств голосового аппарата с помощью вибрационных ощущений и в дыхательной установке при обязательной активности диафрагма как наиболее эффективного средства обеспечения резонансных свойств голосового аппарата и приведения гортани в активное певческое состояние с иными словами для того чтобы овладеть резонирующим дыханием нужно дыхание при обязательной активности диафрагмы соединить с резонированием через вибрационные ощущения по крайней мере я так понимаю третье нецелесообразность формирования в сознании певца образа поющих голосовых связок складок использование связогортанной терминологии культивирование связочных ощущений и манипуляций ими в процессе пения предпочтительность применения методов опосредованного косвенного воздействия на работу гортани и голосовых связок с помощью дыхания и резонатора на основе существующих акустико-физиологических системных связей между этими частями голосового аппарата иными словами не ставьте на первое место понятие гортань и голосовые связки со складками а за счет дыхания и резонаторов помогайте этой системе работать четвертое использование эмоционально образных метафористических представлений о резонансных механизмах голосообразования метод как будто как наиболее эффективный средств системного управления певческим процессом то есть воздействие на всю систему голосового аппарата в целом иными словами для того чтобы наладить работу резонаторов и всей системы голосового аппарата нужно пользоваться методом как будто который связан с образом и эмоцией помните фразу где педагог говорит представь себе что на голове у тебя есть пустое место туда направляй голос то есть вот здесь работала методика как будто образцово говорит берешь дыхание как цветок нюхаешь пятое использование в работе принципа целостности голосового аппарата то есть тесной физиологической взаимосвязи с тремя основными его частями дыхание гортань резонаторы составляющими единую целостную функциональную систему в результате чего воздействие на любую из этих трех частей неизбежно отражается на работе и других частей системы то есть всего голосового аппарата в целом иными словами говоря голосовой аппарат это система взаимодействия дыхания гортани и резонаторов нужно еще раз пробежаться по пяти основным принципам резонансного пения для того чтобы понять методики различных специалистов например первое как максимально активизировать резонаторную систему голосового аппарата с помощью вибрационных ощущений резин очень любил повторять фразу надо петь на процентах а не на капитале капитал должен оставаться неприкосновенным что это значит как сохранить капитал прежде всего умением то есть нужно петь малым дыханием малое дыхание это использовать не напор воздуха а резонаторы что говорила образцова на этот счет большой профессиональный голос не может быть развит без помощи резонатора именно резонанс передает голосу богатство тембра профессиональную выносливость барра у нас в пении нет секретов никаких других возможностей в голосе кроме резонанса поэтому резонаторную настройку этот верный механизм голосообразования нельзя терять ни при каких ситуациях потеряв резонанс перестаешь быть певцом второе как овладеть озвученным или резонирующим дыханием то есть когда объединяем дыхание и резонанс характерные образные представления высказывания это опора звука на диафрагму так говорил Шаляпин Мамперти Эверабди резонирующий звуковой столб Иванова превращение дыхания в звуковой поток Мерзоева выдыхаем не воздух а звук Барра мы поем диафрагмой повороте весь секрет в том как она диафрагма двигается Кабалье нужна связь дыхание и резонаторы здесь весь секрет образцово нецелесообразность разделения понятий звуковой поток и поток посыл дыхания Третье нецелесообразность формирования в сознании образа поющих голосовых связок или складок использование связочно-картанной терминологии и культивирование связочных ощущений примеры фиксация внимания певца учащегося на значение и тем более на ощущениях работы гортани может повлиять с собой излишнее напряжение этого органа поэтому занимаясь с учениками не говорите о работе гортани образцово на вопрос об ощущении голосовых связок что вы даже думать об этом вредно обязательно отразится на звуке геуров боже упаси я не знаю что это такое я знаю их анатомические но как ощущения в пении никогда не знаю карадетти я знаю что связки работают но связочные ощущения я в педагогике не использую оливьера все в пении делается диафрагмой итак теперь четвертый пункт использование эмоционально-образных метафорических представлений о резонансных механизмах полусообразования образцово дыхание берешь как цветок нюхаешь ардер характерный психологический образ отосвестление себя сильно резонирующим духовым музыкальным инструментом теперь пятое использование в работе принципа целостности голосового аппарата воздействие на работу всего голосового аппарата с помощью метода как будто как психологического средства системного воздействия на основе резонаторной теории и техники пения появился новый комплексный метод диагностики вокальной одаренности помимо традиционного прослушивания и оценки ведущих профессоров консерватории метод включает подробный анализ важнейших вокально-технических и эстетических свойств певческого голоса первое определение типа певческого голоса второе измерение силы голоса третье измерение динамического диапазона четвертое оценку вибрато голоса пятая оценка тембровых качеств по спектральным характеристикам шестое измерение гармоничности и тембральных составляющих седьмое измерение высокий и низкий певческий формат восьмое измерение коэффициентов зонкости полетности голоса девятое изменение ровности вокальных гласных десятое измерение дикции и орфоэпии вокальной речи а также включает определение вокального слуха определение эмоционального слуха пассивного и активного интонационного слуха оценка принадлежности к художественному типу личности оценка необходимых певцу психологических особенностей личности глава теория и практика теория должна освещать путь практики взаимосвязь теории и практики всегда была одной из актуальных и далеко не просто решаемых проблем в том числе и в психологическом плане любая теория должна освещать путь практики это лозунг который выдвинули не только заинтересованные в помощи науки практики но и сами ученые убежденные что практика это критерий истины когда речь заходит о теории практики вокального искусства то подразумевается что певцы вокальные педагоги это чистые практики но многое зависит в работе педагога от того какая методологическая концепция или теория лежит в основе его представлений о певческом голосе это очень важно именно отсюда истекает то каков будет результат давайте начнем с единственно принятой всеми теории которая ведет свое начало от времен Мануэля Гарси называется она миоэластическая или сокращенно МЭТ так я уже сказала что МЭТ берет начало от времени Мануэля Гарси который изучал гортань певцов посредством ларингоскопа эта теория опирается четко на описание работы только одной части голосового аппарата гортани и то лишь на ее внутренние части на голосовые связки то есть если брать МЭТ как теорию миоэластическая теория это не есть теория работы певческого голосового аппарата потому что аппарат состоит из трех частей дыхания гортани резонаторы и поэтому обосабливать какую-то либо часть из них нельзя вторая теория которая укрепила на сегодняшний момент свои позиции это нейрохроноксическая теория Юсона но эта теория тоже однобоко рассматривает работу голосового аппарата то же самое мы можем сказать и о третьей теории теории работного и его концепции парадоксального дыхания поскольку она описывает пусть и очень важную часть голосового аппарата но только одну из трех в этом отношении четвертая теория мы называем рти резонансная теория и техника пения это одна из самых универсальных теорий поскольку она охватывает сразу три составляющих нашего голосового аппарата дыхание гортань и резонаторы и рассматривает их как единое целое если предыдущие теории рассматривают голосовой аппарат только с точки зрения физиологии то рти просматривает голосовой аппарат с точки зрения трех наук акустики физиологии и психологии монсерратка балье в своем интервью достаточно интересно сравнила певца с автомобилистом ведь когда автомобилист управляет машиной для того чтобы ей виртуозно управлять совершенно не обязательно знать ее устройство и действие мотора нужно знать как управлять то есть какие необходимы рычаги для ее работы но при этом автомобилист должен управлять автомобилем как целостной конструкцией также и певец должен знать общие правила управления своим голосовым аппаратом как целостной системой с помощью доступных ему естественных средств рычагов и знания деталей ему нужны только для того чтобы понимать как ему управлять не более того таким образом знания певца в своем голосовом аппарате это знания водителя машины а не механика то есть это субъективные знания но эти субъективные представления возникают на основе реальных объективных акустико-физиологических процессов мышечных и вибрационных ощущений и вот эта замена объективного на субъективное проявляется в одном из основных психологических свойств человека как субъекта поведения не механически пассивного а воспринимающего объективную реальность и активно преобразующего ее образы и представления и вот этот вот психологический механизм замены объективной реальности на воображаемую то есть на субъективную это и есть метод как будто в вокальной педагогике или если бы по Станиславскому вот как раз этот метод наилучшим образом помогает певцу в решении главной вокально-технической задачи овладения резонансной техникой пения поэтому Шаляпин говорит что нужно отстраниться от протокольной правды поэтому Тургеневский Яков Турка говорит что над вымыслом слезами нужно обливаться это и есть методический прием как будто певца ну а теперь давайте поговорим о психологических аспектах пения у любого певца существует огромный ассортимент всевозможных ощущений своего голосового аппарата вот то как он будет руководствоваться этими ощущениями зависит совершенство или ущербность его вокальной техники и очень важно какие из ощущений из этого огромного многообразия выберет певец и хорошо если он сделает уклон в сторону резонаторной системы потому что предыдущие теории не дают такого полноценного ответа на вопросы вокалистов ибо предыдущие теории не рассматривают голосовой аппарат как целостную систему итак давайте подведем итог для того чтобы стать опытным вокалистом и опытным педагогом необходимо правильно в первую очередь выбрать методику и определиться с психологической направленностью в стремлении вокального совершенства то есть выбор теории определяет выбор практики и определяет ее результативность в данном случае автор предлагает нам пользоваться основным принципом в первую очередь целостности голосового аппарата как взаимодействующие системы резонаторы голос и дыхание и помимо этого конечно же работать в направлении резонаторной системы и не углубляться в подробности строения гортаний голосовых связок поскольку это может помешать работе этой части системы невмешательство в работу гортани голосовых связок целесообразно по трем причинам первое уменьшает опасность зажатия гортани по механизму идиомоторного акта второе не нарушает автоматизма работы голосовых связок во взаимодействии с работой дыхания резонаторов третье не отвлекает внимание певца от психологической установки на активизацию резонаторов то есть обеспечения резонирующего дыхания и близкого звука третья часть концепции необходимо определиться с выбором ощущений то есть ощущений у певца много но нужно заострить свое внимание именно на резонаторных ощущениях итак что делает морозовская система артип выделяет и обобщает их основные ощущения и представления о резонансном пении второе анализирует и оценивает и объясняет их эффективность как средство управления голосом и в конечном итоге рекомендует их широкой певческой практике для массового использования и применения как наилучшие средства для достижения цели для совершенствования работы голосового аппарата отсюда и поговорка петь на проценты то есть не тратя основного капитала своего голоса и дальше значительно увеличивая его и не нужно забывать что основным посредником или связующим звеном между искусством резонансного пения и фундаментальной наукой является именно психология которая объясняет эмоционально образные и даже парадоксальные методы вокальной педагогики которые необъясняемы ни с позиции травмого смысла ни с позиции формальной логики парадоксы знаний о гортане гортаний нет так говорят некоторые педагоги этому лозунгу есть психологическое объяснение то есть замена объективной реальности на воображаемую как будто у вас нет гортаний с какой целью говорят так педагоги с целью как можно надежнее освободить гортани голосовые связки с каких либо зажимов от напряжения и мышечных усилий и так вот эта психологическая установка гортани нет в конечном итоге имеет цель управления вполне реальными физиологическими процессами то есть движениями окологортанных и гортанных мышц теперь поговорим о парадоксе сужения входа в гортань этот феномен принадлежит к числу научно доказанных объективных явлений это доказал Дмитриев 1968 и это имеет принципиально важное значение в происхождении высокой певческой форматы благодаря сужению входа в гортань образуется небольшой надгортанный резонатор который является мощным усилителем обертонов образующих высокопевческую форманту в теоретической части обучения вокалистов мы должны говорить что феномен сужения входа в гортань существует как объективная реальность и это весьма полезное акустическое приспособление певческого голосового аппарата но при этом нужно объяснять что образование данного сужения происходит не путем нашего волевого усилия то есть зажатия гортани а как бы само собой подсознательно при правильной организации певческого дыхания опоры звука на диафрагму и оптимального положения гортани свободной незажатой достигаемого с помощью зевка в практической работе с учеником о феномене сужения педагог разговаривать не должен для того чтобы у певца не вызвать ненужные ассоциации мышечные дискоординации и воображение рождает событие идиомоторный акт парадоксальные высказывания о гортани и голосовых сказках принадлежит не только вокалистам но и самим ученым которые советуют педагогам поменьше говорить о специфике органа голосообразования вот что говорит один из авторитетнейших ученых ларингологов профессор засидеталев механизм действия мышц гортани ввиду его чрезвычайной сложности до сих пор еще окончательно не изучен я указал выше на все своеобразие строения мышц голосовых связок но остальные мышцы гортани не менее сложны по своей функции причем здесь анатомическое единство строения ни в коем случае не означает единство физиологических функций это обуславивается той особенностью строения гортани что черполовидные хрящи к трем сторонам основания коих прикрепляются все мышцы гортани обладают многообразной подвижности судя по тому какое положение они занимают функции прикрепляющие к ним мышц совершенно меняются например боковая перстнечерполовидная мышца является антагонистом самой себе она то закрывает то открывает голосовую щель судя по положению в данный момент черполовидных хрящей Тандорф утверждает что воздух циркулирующий между связками обладает способностью не только размыкать их но и по надобности смыкать то есть снова закрывать голосовую щель этот феномен носит название аэродинамического эффекта вернули причем дело не только в анатомическом строении а в особой дифференциации центральной нервной системы поэтому искусство пения не дело строения гортани а дело мозговой функции поэтому педагоги советуют говорить о действии этих мышц как можно поменьше как говорил Генрих Пановк в своей методике от того что узнаешь какие мускулы управляют движением гортани лучше петь не будешь лучше не запоешь раньше ничего не знали о науке но пели это не значит что вокалистам не нужно говорить о гортани грамотный певец и тем более педагог должен безусловно знать теорию и анатомо-физиологические представления о строении гортани и работе голосовых связок эти сведения не должны изобиловать ненужными для певцов подробностями но изобилие подробностей данной тематики совершенно не имеет смысла все профессиональные певцы единодушно утверждают что в области гортани не должно возникать никаких ощущений кроме слабых рассеянных ощущений иногда имеющих приятный характер несмотря на то что здесь создается очень большое подсвязочное давление и огромный тонус смыкания голосовых связок и так мы еще раз убедились что парадоксы вокальной педагогики вполне научно объяснимы законами акустики физиологии и психологии резонирующие резонирующие певческое дыхание взаимодействие резонаторной и дыхательной систем я бы назвал сверхважнейшей певческой проблемой трактуемый часто к сожалению недостаточно ясно мастера вокального искусства в один голос говорят не просто об экономном эластичном выдохе но прежде всего об озвученном дыхании о превращении выдыхаемой струи в резонирующий стоп воздуха Геуров надо чтобы певец умел выдыхать правильно вместе со звуком на пении потому что взятие дыхания это одно дело а его постепенное использование на звуке в виде звуковой волны это уже другой более сложный процесс чем набор дыхания и так дыхание не в виде потока воздуха а дыхание в виде звуковой волны озвученное дыхание вот самое главное Дальмонте только в соединении дыхания с голосом кроется секрет правильного пения Барра нас интересует только то дыхание которое хорошо превращается в звук Метафора Барра дыхание должно гудеть в тебе так как гудит пламя в камине при хорошей тяге тогда оно будет свободным проходящим и резонирующим Барра в результате правильной организации дыхания голос должен свободно подниматься в голову Образцова нижний резонатор никогда не может быть использован без верхнего резонатора головного должна быть связь дыхание и резонаторы здесь весь секрет таким образом певческое дыхание это озвученное дыхание резонирующий поток звуковых волн захватывающий все дыхательные пути верхний и нижний и объединяющий их в единый резонатор двойная роль дыхательного аппарата в пении двойная роль дыхательного аппарата в пении мехи и резонатор экспериментальные исследования дыхания морозовым при помощи прибора фонопневматографа показали что у хороших певцов сильно выражена вибрация как нижнего так и верхних резонаторов результаты объясняются тем что при речевом типе фонации звук порождается в основном за счет напряжения гортани при слабой активности резонаторов в то время как у квалифицированных певцов за счет наилучшего использования высокой активности верхних и нижних резонаторов то есть был сделан вывод что у хороших певцов дыхательный аппарат используется не только в качестве мехов для обеспечения подсвязочного давления но и как мощный резонатор прогрессирующая вибрация которого правильно приводит к ощущению прогрессирующей опоры звука по выражению голубева резонансная сущность в дыхательной установки нужно выяснить какие механизмы помогают высококвалифицированным певцам добиваться озвученного резонирующего дыхания профессиональный тип певческого дыхания это дыхание глубокое как правило нижнереберно-диафрагматическое брюшное нижнебрюшное его верхнегрудное ключичное дыхание создает для певца мульки висельника стоят их стенки и объем трахеобронхиальной полости увеличивает объем трахеобронхиальной полости увеличивается и это содействует вдоху при выдохе картина обратная ребра спадают живот стягивается оттесняя диафрагму кверху и все трахеобронхиальное дерево суживается уменьшается в объеме в результате сокращения его гладкомышечных стенок причем вот эта взаимосвязь не механическая а рефлекторная причем эта взаимосвязь имеет не механический а рефлекторный характер гладкая маскулатура бронхов и трахеи не подчиняются нашему произвольному влиянию поэтому единственный способ ее расслабить и увеличить объем трахеобронхиальной полости а следовательно улучшить резонансные свойства являются вдыхательные движения то есть сокращение произвольных так называемых поперечно-полосатых межреберных мышц и диафрагмы это явление наблюдается у профессиональных певцов вдыхательные установки предохраняют голосовые связки от чрезмерного напора выдыхаемого воздуха что является средством управления резонансными свойствами грудного резонатора и достижения резонирующего певческого дыхания мы поем диафрагмой вдыхательную установку как способ достижения резонирующего дыхания настойчиво рекомендовал Барра в пении дыхание противоположно естественно мы набираем дыхание поем а живот идет несколько вперед а не назад и кажется что дыхание должно кончиться но мы еще можем петь поем а живот идет все вперед вперед не втягивается как при речи в пении нельзя давать ему уходить проваливаться должно быть стремление удержать его и подать вперед заметим что сделать это возможно лишь за счет вдыхательных движений диафрагмы и так вдыхательная установка может осуществляться двумя разными механизмами выпячиванием живота с одновременным спадением ребер это диафрагматическое певческое дыхание и второе сдерживанием ребер во вдыхательном положении с одновременным втягиванием живота это нижнереберное дыхание последнее расслабляет диафрагму и подает ее вверх как поршень именно второй тип дыхания характерен для певческой опоры между тем маэстро Барра рекомендовал первый именно такой именно такой фонационный выдох максимально активизирует диафрагму а второй механизм активизирует межреберные вдыхательные мышцы оставляя диафрагму пассивной образцово советует расслабить брюшной пресс что способствует активности диафрагмы сделайте животик мягеньким как у гусениц или как у кошки а звук потяните на себя как уздечкой и так важнейшей вдыхательной мышцей создающей вдыхательную установку является диафрагма способная производить во время пения парадоксальные вдыхательные движения регулирующие подсвязочное давление и резонансные свойства легких при этом благодаря многочисленным нервным связям с гортанью и артикуляцией и артикуляционным аппаратом сильно воздействует и на их работу приводя в певческое состояние гортани и верхние резонаторы работнов установил воздействие диафрагмы на мягкое небо таким образом диафрагма и весь дыхательный аппарат это не просто мехи воздействующие на гортань давлением воздуха но это и мощнейшие регуляторы работы гортани и резонаторов нервно-рефлекторным путем ну и наконец слова Монсеррат Кабалье о диафрагме главное объясняет певица это диафрагма диафрагма способна подбрасывать булыжники занимаясь сексом мы работаем диафрагмой когда утром мы заняты обычным делом в туалете опять работает диафрагма когда мы рожаем или много когда рожаем тоже работаем диафрагмой и когда понимаешь как ей работать говоришь ага это все так же как в обычной жизни ну и наконец диафрагма имеет огромное значение для деятельности всего нашего организма диафрагму называют вторым сердцем человека поскольку ее сократительная деятельность периодически уменьшая и увеличивая давление в грудной полости как бы массирует сердце помогая работе желудочков и предсердий кроме того диафрагма столь же эффективно массирует и органы брюшной полости помогая пищеварению работе почек не случайно потому многие певцы обладатели диафрагматического дыхания как правило долгожители как на сцене так и в жизни вдыхательная установка как известно состоит в стремлении певца сохранить ощущение вдоха во время фонационного выдоха дыхательная установка как известно состоит в стремлении певца сохранить ощущение вдоха во время фонационного выдоха при этом у певцов зафиксированы раздвижения нижних ребер в стороны и наблюдались такие явления как парадоксальные движения нижней брюшной стенки во время фонационного выдоха она имела тенденцию к выпячиванию что свидетельствует об активности диафрагмы что дают певцу вот эти необычные с точки зрения жизненного дыхания движения грудной и брюшных стенок дело в том что при этом все крупные и мелкие бронхи и даже трахеи расширяются в результате расслабления гладких мышц из которых состоят их стенки и объем трахеобронхиальной полости увеличивается и это содействует вдоху при выдохе картина обратная ребра спадают живот стягивается оттесняя диафрагму кверху все трахеобронхиальное дерево суживается уменьшается в объеме в результате сокращения его гладкомышечных стенок причем эта взаимосмесь имеет не механический а рефлекторный характер гладкая маскулатура бронхов и трахеи не подчиняются нашему произвольному влиянию поэтому единственный способ ее расслабить и увеличить объем трахеобронхиальной полости а следовательно улучшить резонансные свойства являются вдыхательные движения то есть сокращение произвольных так называемых поперечно-полосатых межреберных мышц диафрагмы это явление наблюдается у профессиональных певцов вдыхательные установки предохраняют голосовые связки от чрезмерного напора выдыхаемого воздуха что является средством управления резонансными свойствами грудного резонатора и достижения резонирующего певческого дыхания мы поем диафрагмы вдыхательную установку как способ достижения резонирующего дыхания настойчиво рекомендовал барра в пении дыхание противоположно естественному мы набираем дыхание поем а живот идет несколько вперед а не назад и кажется что дыхание должно кончиться но мы еще можем петь поем а живот идет все вперед вперед не втягивается как при речи в пении нельзя давать ему уходить проваливаться должно быть стремление удержать его и подать вперед заметим что сделать это возможно лишь за счет вдыхательных движений диафрагмы и так дыхательная установка может осуществляться двумя разными механизмами выпячиванием живота с одновременным спадением ребер это диафрагматическое певческое дыхание и второе сдерживанием ребер во вдыхательном положении с одновременным втягиванием живота это нижнереберное дыхание последнее расслабляет диафрагму и подает ее вверх как поршень именно второй тип дыхания характерен для певческой опоры между тем маэстро барра рекомендовал первый именно такой фонационный выдох максимально активизирует диафрагму а второй механизм активизирует межреберные вдыхательные мышцы оставляет диафрагму пассивной образцово советует расслабить брусной пресс что способствует активности диафрагмы сделайте животик мягеньким как у гусениц или как у кошки а звук потяните на себя как уздечкой итак важнейшей вдыхательной мыслью создающей вдыхательную установку является диафрагма способная производить во время пения парадоксальные вдыхательные движения регулирующие подсвязочное давление и резонансные свойства легких при этом благодаря многочисленным нервным связям с гортанью и артикуляционным аппаратом сильно воздействует и на их работу приводя в певческое состояние гортани верхние резонаторы работнов установил воздействие диафрагмы на мягкое небо таким образом диафрагма и весь дыхательный аппарат это не просто мехи воздействующие на гортань давлением воздуха но это и мощнейшие регуляторы работы гортани и резонаторов нервно-рефлекторным путем ну и наконец слова Монсеррат Кабалье о диафрагме главное объясняет певица это диафрагма диафрагма способна подбрасывать булыжники занимаясь сексом мы работаем диафрагмой когда утром мы заняты обычным делом в туалете опять работает диафрагма когда рожаем тоже работаем диафрагмой когда понимаешь как ей работать говоришь ага это все так же как в обычной жизни ну и наконец диафрагма имеет огромное значение для деятельности всего нашего организма диафрагму называют вторым сердцем человека поскольку ее сократительная деятельность периодически уменьшая и увеличивая давление в грудной полости как бы массирует сердце помогая работе желудочков и предсердий кроме того диафрагма столь же эффективно массирует и органы брюшной полости помогая пищеварению работе почек не случайно потому многие певцы обладатели диафрагматического дыхания как правило долгожители как на сцене так и в жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok